Хотите ли вы, чтобы я нарисовала алоэ? Я подумала, что это неплохая идея и решила воплотить ее в жизнь. Что-то пошло не так. Мне пришлось немного поизвращаться, но и завершающим штрихом... Алло, я Вера! И сегодня подписчики управляют моим домом, а точнее моим фоном, а точнее вот этой стеной. Я рисую, а подписчики говорят мне, что конкретно нарисовать. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное, что со мной происходит. И поехали! Итак, чтобы начать рисование, мне понадобится сначала закрыть пол такой специальной пленкой. Иначе я тут все нафиг заляпу. Ну и, конечно же, кошка Марта, как всегда, в теме. И она пытается мне помешать. Кошка Марта! Ну и, конечно же, чтобы пленка держалась на полу, нужно ее зафиксировать. Для этого я использую малярный скотч. В сообществе на YouTube-канале я объявляла о том, что буду проводить конкурс, а точнее опросы в сторис Инстаграм. И также в Инстаграме я разместила пост об этом. Под предыдущим видео вы оставили просто нереальное количество комментариев того, что можно нарисовать на этой стене. Я отобрала наиболее понравившиеся мне и провела опросы в Инстаграме. Первым опросом стало, что мне нарисовать, море или горы? Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что тут тебя ждет много всяких разных видюшек с Марты, а также куча всего интересного, что происходит в моей жизни. 78% было за море и 22% было за горы. Делаю скрин-фотографии и приступаю к рисованию. Я решила изобразить на стене не целое море, а гребень волны. Дальше я спросила вас, хотите ли вы, чтобы я нарисовала алоэ? Большинство проголосовало за. Я рисую. На мой взгляд, алоэ должна занимать значительную часть стены, поэтому алоэ внушительных размеров. Я приступаю к покраске, чтобы было более понятно, куда двигаться дальше. Итак, у меня есть вот такие колеры и у меня есть целая банка огромной акриловой краски. И я буду размешивать различные цвета так, чтобы эта стена была как можно более красочная. Посмотрим, что из этого получится. Вот так это все выглядит. Белую краску я добавляю в поле. И у меня получаются насыщенные цвета. Гребень волны я решила сделать в разных оттенках голубого цвета. Здесь даже присутствует фиолетовый и бирюзовый цвет. И, кстати, чтобы не запачкаться краской, я решила надеть одежду, которую не жалко изляпать. Так что не обращайте внимания на мои широкие штаны. Та-дам! Волна уже готова. Я обещала вам море. Море уже на стене. И на второй части стены будет алоэ. Ну и не только, естественно. Вообще, я решила разделить эту стену на две разные части. Одна будет морская, другая будет сухопутная. Ну и, собственно, здесь будут всякие растения и тому подобное. В общем, смотри, что получится дальше. На мой взгляд, отличительная черта алоэ – это зазубрины на листах. Я стараюсь их располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. А затем заполняю листья разными цветами. Не только зеленым, но даже фиолетовым. Внутреннюю и внешнюю часть листа я разрисовываю разными красками. На мой взгляд, они должны быть разными по тону или оттенку. Самым сложным оказалось рисовать нижние части стены, ближе к полу. Контуры я прорабатываю черным маркером. На сегменты волны я наношу продольные полоски. Алоэ также обвожу по контуру черным маркером. А следующее, что вы просили сделать, это нарисовать космос. И я сейчас буду это рисовать. Если честно, я бы хотела, чтобы вы выбрали облака. Но вы выбрали космос и уже не отвертится. А еще вы писали нарисовать пончик. Я создала вопрос, в котором спросила кекс или пончик. И вы выбрали пончик. Поэтому я решила инкедрировать его в тот самый космос. Также в комментариях многие писали, чтобы я нарисовала много фруктов или ягод. И я спросила арбуз или малина. И вы выбрали арбуз. Следующим вопросом было авокадо или кактус. И к моему удивлению, вы выбрали авокадо. И поэтому я поместила авокадо на стену, а точнее на лист алоэ. Также вы просили нарисовать мне Париж. И где-то я видела коммент про Красную площадь. Поэтому я спросила, Париж или Москва. Победил Париж. Поэтому Эйфелева башня красуется у меня на стене. Когда я рисовала, мне приходилось переделывать какие-то детали. Ведь подписчики управляли мной в реальном времени. И все время появлялись какие-то новые предметы. Также вы писали мне в комментариях нарисовать себя. А еще мою кошку Марту. И я подумала, что это неплохая идея и решила воплотить ее в жизнь. Если честно, у меня не сразу появилось представление о том, как я могу на одной стене разместить арбуз, авокадо, пончик, Эйфелеву башню, алоэ и тому подобное. Поэтому мне пришла мысль о том, что Вера может мечтать. И вокруг нее может быть своя необычная вселенная. Я решила изобразить себя в стиле аниме. И рядом я поместила тостер, из которого вылетал хлеб. И не только. Также из него вылетали облака. Желтоглазая Марта уже сидела рядом и наблюдала за муфой, которая сидит на одном из облаков. Еще где-то я видела комментарии о том, что вы хотите, чтобы я изобразила ночной город со светящимися окошками и огоньками. Ну вот, готово. Ах да, точно, я забыла дорисовать стол. Дальше мы писали о том, чтобы я нарисовала тигра. Но и в опросе победил тигр, а не волк. Мне показалось интересным изобразить слово разгеренного свирепого тигра, ведь во вселенной веры также есть место и страху. Этот тигр стал воплощением страхов веры. Но поскольку он яркого цвета, он даже кажется немного игривым. Итак, это уже второй день, как я рисую на этой стене. И надеюсь, что я сегодня закончу. Так что смотри видео до конца. И погнали! Встречались комментарии, где вы просили нарисовать панду и фламинго. И в опросе победил фламинго. А в борьбе зебры и верблюда победила и зебра. Все животные на моей стене достаточно необычные, поэтому зебру я решила сделать очень деловой особой, которая пьет чаек из кружечки. Она еще очень мило скручивает кубы, чтобы подуть на горячий напиток и не обжечься. Ну и конечно же в чаепитии ей нужен компаньон, и я решила, что это будет либо жираф, либо слон. Но победил жираф, поэтому он расположился прямо за зеброй. У жирафа очень длинная шея, поэтому ему пришлось слегка согнуться, чтобы продолжить беседу за чашечкой чая. Жираф был бы не жирафом, если бы на его теле не было темных пятен. Я их расположила в хаотичном порядке по всему телу, кроме головы. Зебра получила и желтую кружечку, а жираф контрастную зелененькую. Рисунки становятся ясными и понятными, когда появляется контур. Я вводила контур не только самого персонажа, но и каждой его детали. Даже фламинго стал похож на фламинго, когда у него появилась черная окантовка. Поскольку вокруг веры царит своя вселенная, я решила, что от нее к краям должен идти градиент, от желтого к красному. В целом мне понравилось, как сочетаются белые облака и яркий желтый цвет. Затем я решила добавить оранжевого цвета и сделала градиент от него к желтому. Если честно, это очень кропотливая работа, растушевывая два разных цвета так, чтобы между ними не было заметно перехода. А еще нужно обойти все предметы и не заехать на края. Мне кажется, что кошке Марти очень подходит по соседству яркий оранжевый цвет. Ее глаза становятся еще более выразительными. Ой, кажется, мне звонил телефон. Ну и, конечно же, я не стала отрываться от любимого дела и продолжала рисовать. Да, кстати, немного странно, но мои штаны окрасились в желтый цвет. Видимо, это покрасилась пленка, которую я постелила на пол. Но это была не единственная неудача, ведь я решила потом сделать градиент к космосу, и оказалось то, что у меня заканчивается яркий насыщенный красный цвет. Потом еще оказалось то, что у меня и фиолетовый заканчивается, и я совсем расстроилась и не знала, что же делать дальше с этим фоном. Такие моменты я называю, что-то пошло не так. Вот реально, я ума не могла приложить, как, имея оранжевый и фиолетовый цвет, сделать переход яркого, чистого, насыщенного цвета. Поэтому мне пришлось немного поизвращаться, закрасить все опять в оранжевый цвет, которого у меня было предостаточно, и сделать уже не градиент, а какой-то другой переход. Я подумала, что можно было бы сделать радугу, но потом мне показалось, что это был бы уже перебор. Поэтому я решила сделать просто белую полоску, которая будет отделять оранжевую часть от космоса. Второй день подходил к концу, но я не могла продвинуться дальше, не дорисуя этот фон. Космическое небо я рисовала с помощью валика. На валик я нанесла по несколько капель кольера синего и фиолетового цвета, а потом разбавила водой. Получился интересный переход. И по-моему, это чем-то напоминает космос. А как вы думаете, похоже получилось или нет? Напишите об этом в комментариях. Ну а после того, как я закончила с космосом, я приступила к бублику, которая будет красоваться на этом космическом небе. Также вы просили в комментариях нарисовать лису и сову. И в вопросе победила сова. Поэтому она будет сидеть на шее у жирафа и задумчиво смотреть куда-то вдаль. Перечитав ваши комментарии, я решила провести опрос еще и на ютубе в сообществе. Кстати, чтобы получать уведомления об опросах, жми колокольчик и всегда будь в курсе всего самым первым. Дальше я решила спросить, медведь или носорог будет красоваться на моей стене. И вы ответили, медведь. Было бы неплохо разнообразить всех животных какими-то фруктами и ягодками. Потом мне нужно было как-то удобно расположить победителей опросов в сообществе на ютубе. Ими стали коала, ананас и кактус. Кстати, поскольку мир вокруг веры нереальный, я решила коалу разместить на волне. В комментариях попросили нарисовать дельфина и где-то я видела комментарии про рыбок. И с большим отрывом победил дельфин. И мне кажется, я видела не один, а десятки комментариев про единорогов. И в вопросе лошадь или единорог победил естественно единорог. Единорог стал последним существом, которое я нанесла на стену. Дальше были неодушевленные предметы. Ах да, я совсем забыла про контур медведя. Мне кажется, что на моем фоне обязательно должна быть надпись с названием «Канал». Вы были солидарны со мной и писали об этом в комментариях. В процессе покраски стены постоянно приходится перескакивать от одной детали к другой, потому что пока на одной краской сохнет, в другой уже можно вводить контур или прорабатывать другие детали. А еще я спросила, нужна ли кнопка «Подписаться»? И вы ответили «Да». 86% проголосовала «За». А потом я решила уточнить, а лайк и колокольчик нужен? И вы тоже ответили «Да». И они появились неподалеку от кнопки «Подписаться». Ну и завершающим штрихом, а точнее вишенка на тортике, стала надпись «Алоэ Вера». Время 4 часа утра и наконец-таки я закончила. Подписывайся, чтобы не пропустить ничего интересного. Увидимся снова. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok